В школе номер один завершился конкурс молодых учителей. Педагогический квест длиной в два месяца проходили те педагоги, чей стаж работы составил менее пяти лет. Но для начала подведение итогов 2023 года и награждение. Так приятно всегда проводить процедуру награждения. И начать ее я хочу с человека, который тоже открыл для себя Новый год. Это Ащуолова Ксения Валентиновна. Она в этом году с самого начала стала советником директора по взаимодействию с учащимся. В этот день на сцену актового зала на награждение вышли лучшие педагоги школы номер один. Каждый отличился в определенной сфере. Кто-то участвовал во всех городских конкурсах и принес в школе большое количество призовых мест. Другие достойно готовили школьников к олимпиадам, спортивным соревнованиям. Также был выявлен лучший классный руководитель. Им стал Андрей Геннадьевич Харитонов. С Андреем Геннадьевичем я знаком очень давно. Всегда помогал мне по учебе и не только поддерживал меня во всех сферах. И мы все его очень любим. Наш класс. Он очень отзывчивый, он очень нам помогает, всегда поддерживает. Он очень сближает нас, всегда помогает каждому и благодаря ему мы становимся как будто одной семьей. Он также очень веселый и смешной. Поднимает настроение и рассказывает очень интересные истории жизни, которые нам дают примеры, показывают, как надо себя вести. В педагогический квест охватил 100% педагогического состава школы. Участники делали презентации, давали открытые уроки и решали педагогические задачи. Им пришлось продемонстрировать свои знания в различных областях. От педагогики и психологии до финансовой грамотности и мира музыки и кино. Мне было очень приятно принимать участие в данном конкурсе. Конкурс творческий, он связан с моей профессией, так как мы с детьми на уроке тоже занимаемся творчеством. Конкурс был очень интересный. Мы узнавали новые формы работы, новые методы, делились с коллегами опытом, брали для себя что-то новое. Учились у стажистов, у педагогов. И, несомненно, данный конкурс пошел нам на пользу. И, стоя на данной ступени, быть финалистом конкурса, хочется идти дальше вверх, не сдаваться и достигать новых вершин. В результате всех испытаний были выявлены победители. Первое место заняла Мария Владимировна Кужларова, учитель английского языка. На основании решения аттестационной комиссии все участники конкурса прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. Ирина Беляева, Василий Обухов, Реоленинск.